Сегодня, 25 июля, в Беларуси отмечают День пожарной службы Беларуси. Именно представители этой профессии первыми приходят на помощь попавшим в беду, рискуют своей жизнью во время катаклизмов, катастроф и стихийных бедствий. Самоотверженность и высокий профессионализм брестских пожарных, которые мужественно исполняют свой долг, накануне отметил председатель Брестского госполкома Юрий Шулейко и мэр города Бреста Сергей Лободинский. Наше подразделение Брестское управление является одним самым лучшим. Вы выполняете свою задачу согласно поставленных задач министрам, начальникам управления. Хорошо, что мы не горим, мы меньше тонем, потому что вы несете службу. Нет всего ничего дороже, чем жизнь. Вы стоите на защите самого главного и дорогого для человека. Когда вы идете в пожар за жизнью спасая, когда вы ныряете в воду, когда вы извлекаете сегодня в дорожно-транспортных происшествиях пострадавших и просто когда вы помогаете, оказывается, помощь всем, кто в этом нуждается. Всегда есть отклики понимания простых людей, когда вам звонят от просто бытовых каких-то проблем и заканчивая, ну, стихией, борьей или, не дай бог, какими-то техногенными ситуациями. И вы всегда впереди, вы всегда на страже нашей безопасности. Сегодня служба МЧС – это около тысячи подразделений, десятки специальных служб. Но, несмотря на современное техническое оснащение, основное внимание уделяется человеческому фактору – физической и психологической подготовке профессионалов. Лучших из лучших традиционно награждают. Накануне 170-летия пожарная служба Беларуси председателю облсполкома Юрий Шулейко вручил работникам управления заслуженные награды, благодарности и новые звания. В МЧС я пришла в 2012 году курсантом командно-инженерного института. Награда для меня была неожиданной. Я работаю не за награды, а за идею. Мне нравится моя работа, я получаю от нее удовольствие. Ну, и так получилось, что в свой юбилей пожарной службы меня наградили благодарственным письмом. Разумеется, на помощь всегда придут умелые и отважные пожарные. Однако человеческие возможности имеют свои границы. Поэтому так важна их обеспеченность современной, мощной и эффективной техникой. Новую технику от председателя Брестского облсполкома получили Барановческий, Городской, Березовский, Кубринский, Лунинецкий и Малорицкий районные отделы по чрезвычайным ситуациям. Автоцистерны высокопроходимости, каждая из которых вмещает 5 тонн воды. Благодаря новым и современным машинам сотрудники МЧС будут выезжать на вызов еще быстрее и будут чувствовать себя увереннее в разы. Радостно получать такие подарки в такие большие праздники, как 170-летие. Лунинецкий гарнизон пополнится еще одним новым современным автомобилем. Данный автомобиль найдет достойное место в подразделениях нашего отдела и будет выполнять те задачи, которые нам предписаны. Пожарных автомобилей много, но именно такого класса, такой современный автомобиль это будет второй. Второй и второй за этот год. Это очень большой вклад в развитие материальной технической базы. Давно не было такого десятилетиями, чтобы в один год гарнизон мог получить два современных автомобиля. С этим автомобилем мы будем вдвойне сильнее и крепче. По православной традиции настоятель Свято-Петропавловского храма Иерей Александр Коношук осветил железных коней, которые уже скоро заступят на боевое дежурство.